По поводу того, что в Кремль, так в этой истории вообще довольно много странного, а поскольку много странного, то всегда может выпласть еще более странноватие. Ну, написали в Кремль. Ну, так это же изначально должно было решаться только двумя людьми, вернее, двумя людьми, да, двумя, даже не Филиппом Киркоровым, а самим Диде Моруани и автором песни. Я не очень понимаю, почему, я понимаю, то есть я понимаю, что по части пиара и прочее нужно было обязательно привязать сюда Филиппа, но на самом деле, как бы по закону, теперь-то я уже знаю, что они вроде бы там во Франции обращались к каким-то специалистам, которые пришли к какому-то выводу определенному, что вот у них там в припеве столько-то процентов и так далее, но вот насколько я знаю, до нас, до РАО, я этого не знаю, хотя я член ревизионной комиссии, но я как бы это не знаю истории, которая попала, потому что обычно собирается и с нашей стороны тоже комиссия. Вообще-то комиссия собирается в первую очередь со стороны, на которую подают. Вот если Моруани обратился к адвокатам и во французское авторское общество, которое с нашим очень контактирует, то они тогда послали бы сюда запрос, как было у меня в свое время, когда, но у меня был другой вариант, конечно, но тем не менее, я все равно обратился в РАО, РАО обратилась в Литовское агентство по авторским правам, когда моя песня «Белая сирень», которую замечательно спел Николай Басков, ее, значит, просто практически все взяли, назвали «Белая зима». И там вот Литовское агентство по авторским правам, они собирали комиссии экспертов, и они признали, что, в общем, да, песня как бы моя. И на основании этого провели переговоры с теми, кто подписался там авторство и так далее, и мы мирно все это уладили. А здесь почему на певца подали, вот это я не очень понял, прикрываясь тем, что у него своя фирма и все прочее, даже если он оформил эту песню на фирму, это совершенно не знаю, есть же договор с автором, и они должны были идти таким путем. Это я не говорю о том, что вот, да, на чьи я, например, стороне, да, там, может, мое мнение, никого особенно интересовать не будет, но вообще-то должны были собираться и у нас такая же комиссия, которая бы должна была прийти к выводу. Потому что если они собирались тут подавать в суд, значит, без этой комиссии не обошлось. Но как в суд подавать? В суд тоже ведь, согласитесь, принесешь заявление в суд, а судья скажет, а почему вы подаете? Вы претендуете на то, что у вас украли мотивчик песни. А кто украл? Получается другой автор. А чего же вы подаете на Киркорова? Так можно подать и на кого хочешь. Он является правообладателем, поскольку он исполнитель. Ну, изначально-то это было кем-то написано. Ну, а сейчас стали появляться, значит, такие сведения, что вроде появилась какая-то поклонница Дидье, которая из Ростова, которая ему написала и сказала, что все это похоже и так далее. И вот якобы отсюда все пошло плясаться. Два человека, два творческих человека, известных, хорошо известных, да, уж могли бы как-то сесть сами, без вот этих вот странных историй. Пранкеры, какие-то одни адвокаты, вторые адвокаты, третьи адвокаты. То адвокаты говорят, что мы не в курсе, потом выясняется, что они в курсе. Тень на плетень. Я просто говорю, как оно должно быть по законодательству. Что если я считаю, что на что-то похоже, то мне надо выяснить. Я могу это выяснить. У меня один европейский автор, мы с ним общались, и даже какое-то время продолжительное, и он очень хороший автор, я не буду называть его фамилию. И у него одна моя песня оказалась похожа на его. И он ко мне обратился, и мы стали вот в порядке выяснения, когда эти песни появились, и когда я ее там, я ее регистрировал у себя в РАО, а я регистрировал ее в 90-х, когда она еще была не песня, а инструментал, который звучал в спектакле, и так далее. И мы с ним как-то выяснили, и без всяких проблем не предъявляли никаких претензий.